В начале ноября, выполняя приказ врагу оставить выжженную землю, были сожжены деревни Барки, Атиевка и Марухина. Я погрузил оставшееся имущество на сане и перевез семью в сторожку лесника. Кругом были лес и река. Так мы войной выжили. Трогательные рассказы, воспоминания, стихи и песни о Великой Отечественной войне на сцене, пронзительные картины в фойе, мастер-классы для ребят по темам поэзии, проза, живопись и музыка. Таким разнообразным получилось мероприятие, посвященное окончанию первого Всероссийского фестиваля творческих возможностей, в котором приняли участие более 2000 человек из 63 регионов России. У нас было очень простое, с одной стороны, требование, но с другой стороны, очень сложное, потому что мы хотели, чтобы люди, дети, взрослые представили свои личные истории, те, которые им рассказывали бабушке, есть личные истории, семейные, на основе которых создавались произведения. То есть то, что человек прожил лично или его заделал. Проект без срока давности нацелен на сохранение исторической памяти о годах Великой Отечественной войны. Не случайно именно учеников Лопатинской школы решили познакомить с произведениями победителями фестиваля творческих возможностей и провести для них мастер-классы. Это своеобразное поощрение для ребят из гагаринского отряда, работающего в школе, которые неравнодушны к судьбе своей страны. В интернете есть информация о нашей акции, которую запустили юные гагаринцы осенью этого года, письма детям Донбасса. Вот выставка перед вами. Это напрямую связано с темой без срока давности, когда ребята, гагаринцы и все школьники писали письма именно детям Мариуполя. Организаторы фестиваля без срока давности надеются наладить прочные связи со школой и гагаринским отрядом. Они уверены, что в следующем году юные жители Ленинского округа также станут активными участниками уже второго всероссийского творческого состязания. В нашей стране, к счастью, кто бы что ни говорил. Во-первых, огромное количество очень талантливых, гениальных, не побоюсь этого слова, детей. И при том и писателей, и поэтов, и художников, не говоря уже, и исполнителей, и даже актеров. Люди любят и дружат, и хотят быть, быть они казаться. Между организаторами фестиваля без срока давности и руководством школы уже достигнуты договоренности, что различные творческие мероприятия будут проходить здесь на постоянной основе. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.